МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Но, как говорится, не все коту Масленица, а Соловьеву фейки. Пора готовиться к суровым будням. Поэтому из всего творчества альтернативно одаренных мы отобрали 5 самых ярких фейков, чтобы сформировать из них рейтинг. И начнем по традиции с пятого места, где на этой неделе оказались не кто попал, а лично Путин и Шойгу. Дело в том, что царь-батюшка и его верный слуга заврались настолько, что их принялись разоблачать даже свои. Сейчас мы вам покажем, в чем дело. Этот населенный пункт на левом берегу, практически, не практически, а полностью под нашим контролем. Крынки зачищены. На сегодняшний день там не только наблюдательные пункты, там стоят войска. Очень достойно себя проявили десантники и 810-я бригада морской пехоты. Да. То есть более чем месяц назад на уровне министра обороны и президента россиянам объявили о взятии Крына. И они, конечно, радовались, мол, все, нет больше никакого плацдарма ВСУ на левом берегу. Крынки прозвучали, и 810-я бригада, это наши севастопольские морпехи, хотелось им передать низкий поклон. За их мужество, героизм, тут других слов не подберешь. Собственно, скорее, речь идет уже о ликвидации этого плацдарма. И результат нулевой, и потери огромные, и что добились? Ну, очередной только позор. И мы еще тогда удивлялись, как можно не видеть очевидно. Ну, например, если Крынки якобы взяли, то зачем морпех установил флаг на разрушенном сарае и принялся убегать? Забежали, зацепили флаг за ветку, видео записали, лозунги провозгласили и скрылись. В этот день командир деклассированный именно в Крынках, 810-й бригады власов, получил звание генерала. От кого он убегает, если в населенном пункте нет врага? Но россияне такими вопросами не задавались, а любые кадры со свежими боями на левом берегу Херсонской области заглушались криками «Вы все врете!» Мол, раз Путин-то сказал, значит, правда! Но неожиданно для россиян пришла беда, откуда не ждали. Дело в том, что от бесконечного вранья внезапно сдали нервы у одного из пропагандистов. Послушайте свежую цитатку из эфира. В Крынках пока еще продолжается то, что можно условно назвать зачисткой, но по сообщению наших ребят, которые там ведут боевые действия, это не поиск тех трех, четырех или пяти вояк-хунтов, которые там где-то прячутся в схронах. Их значительно больше, и сейчас бои идут на западных окраинах. Зачистка продолжается, но в существенно больших размерах, чем об этом говорил Шайги. В смысле? Крынки до сих пор не взяты. Что значит, украинская армия по-прежнему находится в поселке? А кого ж тогда зачистили Путин и Шайгу? Зачистка продолжается, но в существенно больших размерах, чем об этом говорил Шайгу. Чем об этом говорил Шайгу. Но в том-то и дело, что рыбка в России настолько сгнила с головы, что ради мифических побед врать не стесняются даже первые лица государства. Хотя это, друзья, еще не самый эпичный вариант. Куда смешнее смотреть на истории, где Путин разоблачает Путина. Так только щелк и все. И на четвертом месте в рейтинге российских фейков недели будет именно такой случай. О теракте в Крокус-Холе в Подмосковье слышали все. Как слышали и о том, что танцевать на костях погибших пропагандисты начали буквально сразу. То есть еще кровь жертв не успела остыть, как фейкометы без суда и следствия отыскали украинский след. Подозрительный белый микроавтобус с украинскими номерами старого образца проверяют на стоянке у Крокуса. Смотрелось это максимально жалко, особенно с учетом того, что ответственность за расстрел людей фактически сразу взяли на себя террористы из ИГИЛ. Террористическая организация утверждает, что 22 марта ее боевики, цитата, предприняли скоординированную атаку на большую толпу христиан. Так там было сказано. В качестве доказательства они даже выложили видео с GoPro на голове одного из террористов. В ролике от первого лица показана стрельба по людям. Одному из лежащих на полу мужчин, один из террористов, перерезает горло. Железные пруфы. И даже Путин вынужден был признать, что теракт в Крокус-Холле был совершен руками радикальных исламистов. Мы знаем, что преступление совершено руками радикальных исламистов, с идеологией которых сам исламский мир борется веками. Просто запомните этот момент. Ведь далее в Кремле, видимо, решили, что использовать горе ради разжигания ненависти к Украине – просто отличная идея. Сейчас мы вам покажем типичные цитаты из российских ток-шоу. Теракт заказывался, организовывался, координировался и обеспечивался украинскими спецслужбами. Это никакой не ИГИЛ. Это они сами. Это наши небратья, так называемые, и их дрессировщики. Сомнений в этом нет никаких. Организаторы этой истории, они, конечно, в Киеве. А вот заказчики нет. Заказчики сидят гораздо дальше. Украина выглядит в полный рост. В полный рост. То, что глубинному народу перепрошить мозги не проблема – вообще не новость. Куда интереснее было наблюдать за Путиным. Казалось бы, только вот лично президент говорил о радикальных исламских организациях. Мы знаем, что преступление совершено руками радикальных исламистов. Но внезапно концепция изменилась, и Путину пришлось разоблачать самого себя. Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов. У нас страна, которая демонстрирует уникальный пример межконфессионального согласия и единства. Чего кому не ясно? Россия не может быть объектом атак исламских фундаменталистов. Ну да, очень верим. Они же наверняка простили Россию за зверство в Чечне и в Сирии. Но, как говорится, это не точно. Но главное здесь все же в другом. Это ж как нужно не уважать своих же сограждан, чтобы на уровне первого человека страны перечить себе же. Мы знаем, что преступление совершено руками радикальных исламистов. Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов. Ну а нам самое время двигаться дальше. И на третьем месте в рейтинге российских фейков недели очередной шедевр пропагандистов по теме мобилизации в Украине. И если раньше они делали ставку на копеечные постановки с отправкой на фронт беременных... Или вручением повесток бабушкам 80+. Хочу вам показать то, от чего я просто в шоке. Эту повестку прислали моей бабушке, потому что у нее есть медицинское образование. Ей 86 лет. Они там в ТЦК совсем одурели. То теперь отдельные шедевры снимаются, что называется «Дорого-богато». Сейчас мы вам покажем типичный пример. «Вы родились в одной стране. Вы оба хотели лучшей жизни». Полностью смотреть этот шлак можно только в компании доктора Окулиста, потому как в любой момент может кровь из глаз пойти. А потому перескажем вам суть, а она до боли проста и примитивна. Россияне хотят сказать, что в украинской армии воюют только бедные, а богатые в это время чилят и развлекаются в тылу. «Его сынок Элита, а ты мясо». «Готов ли ты умереть за него?» И можно было бы напомнить этим жалким, скажем, погибших на фронте политиках. Народного депутата 8-го созыва Олега Барну похоронили в родном селе Тернопольской области. На прошлой неделе он погиб на фронте. Или подсчитать разного рода медийных персонажей, которые служили или служат в армии. Речь, если что, идет о сотнях, если не о тысячах. Но здесь куда важнее другое. Таким контентом пропагандисты прежде всего пытаются переложить проблемы своей страны на Украину. Просто посмотрите статистику потерь российской армии по регионам. Вот угадайте, какой регион будет в топе по числу погибших на единицу населения. О, друзья, это очень показательно. Бурятия является лидером по количеству погибших на душу населения в республике. Не будем забывать, что наш регион не большой по населению. Два других лидера ближайшие – это республика Тыва и Дагестан. Бурятия, Дагестан, Тыва. А знаете, что их объединяет? Мы подскажем. Именно эти субъекты федерации стабильно входят в число самых бедных в России. Нищая Бурятия. Каждый пятый житель республики живет за чертой бедности. Тыва, как и в прошлом году, оказалась наименее благополучным регионом России в рейтинге качества жизни. В том же Дагестане, кроме как идти в армию, другой работы просто нет. В Дагестане вновь зафиксирован один из самых высоких уровней безработицы. По данным Росстата, республика заняла четвертое место. Вот единственное, самое стабильное и как-то более менее оплачиваемое работа – это контракт. То есть этот путь более легкий. То есть пока пропагандисты, спекулируя на вопросах социального статуса, пытаются раскачать Украину изнутри, именно Путин без шума и пыли утилизирует жителей самых бедных регионов. А в Москве в это время ходят на концерты, проводят голые вечеринки, в общем, делают все ровно то, что сейчас предъявляют Украине. Вы родились в одной стране. Вы оба хотели лучшей жизни. Но его знатный отец решил, что тебе это не нужно. Его сын – элита, а ты – мясо. Готов ли ты умереть за него? В этом свете хотелось бы напомнить пропагандистам слова из легендарной басни Крылова «Не лучше ли на себя, кума, обратиться?» Ну а нам самое время перейти ко второму месту нашего рейтинга. Я похоронила мужа три месяца назад, но выплат нет в связи с недостаточным финансированием. На этот раз сценарий такой. Дамочка из Житомира якобы похоронила на войне мужа, но нищая Украина взяла и обманула семью с выплатами. Для людей, которые не вникают в детали, история действительно может стать поводом для зрады и ненужных эмоций. А ведь, чтобы во всем разобраться, достаточно просто сделать стоп-кадр типа документа и внимательно посмотреть. Что сразу бросается в глаза? Как минимум, отсутствие печати. Но не бывает официальных документов, оформленных таким образом. А знаете, что еще не бывает в украинских официальных документах? М-м-м, мы сейчас покажем. Там просто не может использоваться русская буква «Ы». Ой, а что это у нас, а? Ну и, наконец, самое смешное. Если вы не поленитесь и загуглите адрес, где якобы проживает вдова, то с удивлением узнаете, что прописана дамочка в нежилом помещении, где сейчас расположены, например, ломбард, курьерская служба доставки и многие другие организации. Как видите, друзья, годы идут, а ничего не меняется. Российские пропагандисты живут и работают по принципу. Чем циничнее ложь, тем скорее в нее поверят. И на первом месте в рейтинге российских фейков недели очередной тому пример. Минобороны РФ сообщила об уничтожении 580 украинских самолетов с начала СВО. По информации ведомства, также были поражены 270 вертолетов, 17 951 беспилотный летательный аппарат и 492 зенитных ракетных комплекса. Это, как вы уже поняли, даже не канал пропаганды, а целое Министерство обороны огромной ядерной страны и сделало заявление относительно якобы потерь Украины в технике за два года спецопераций. И это тот особый случай, когда товарищ Шпак с отечественными портсигарами все же погибло. Три магнитофона, три кинокамеры заграничных, три портсигара отечественных, куртка замшевая. Три. Просто пацан невинный в плане фантазии. Почти 600 самолетов, более 15 тысяч танков, сотни ЗРК и когда ты слушаешь весь тот список... Уничтожено 15 тысяч 650 танков и других боевых бронированных машин, 1 тысяча 258 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8 тысяч 594 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 20 тысяч 433 единицы специальной военной автомобильной техники. Просто возникает всего один вопрос. А че же они два года в Донецкой области топчутся, если у Украины такие потери? Обещали же за два дня ее захватить. Горячего они? Мы Украину победим за два дня. А сейчас 15 тысяч танков якобы подбили, а возыны не там. И хоть бы кто в России поставил Министерство обороны неудобные вопросы, ну например, как можно было уничтожить 1258 реактивных систем залпового огня, если у Украины даже с учетом Хаймарсов никогда не было даже третьей части из озвученной цифры. В лучшем случае около 400 единиц РСЗО всех видов, если даже неисправно ее посчитать. И естественно, значительная их часть по-прежнему в строю. Есть десятки видео свежих работ Градов, Хаймарсов. То есть целая Минобороны просто выдумывает победы из башки. И это же не только РСЗО касается. Вот кто-то верит вообще, что у Украины могло быть 580 самолетов. Согласно данным авторитетного портала Flight Global на момент начала так называемой спецоперации у Украины было всего 98 боевых самолетов. Издание Flight Global опубликовало новый справочник о военной авиации стран мира World Air Force 2022. Так, по данным Flight Global, боевой состав истребительной и фронтовой авиации Украины насчитывает 43 единицы МиГ-29, 26 единиц Су-27, 12 единиц Су-24 и 17 единиц Су-25. Окей, еще несколько десятков бортов было передано из Польши и Словакии, о чем официально сообщалось. Но цифра в 580 единиц может получиться только если допустить, что вся украинская авиация уничтожена, и умножить эту цифру минимум на 5. А как вы понимаете, об уничтожении всей авиации не может быть и речи. Ведь только вот с помощью сушек ракеты по Крыму запускали. Ну то, что это была действительно самая мощная атака на Севастополь за все время, причем беспрецедентно мощная, это правда. По моим данным, было более 20 ракет, 24 ракеты, которые были запущены с 12 самолетов. А теперь просто представьте, насколько же они не уважают собственный народ, если пробуют впарить им такое. Хотя, с другой стороны, отчет нет. Холопы же молчат, а некоторые так вообще в ладоши хлопают. И в этом свете нельзя в который раз не отметить, как же сильно Путину повезло с народом. Ведь всегда несложно обмануть тех, кто сам обманываться рад.